Победа Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная спортивная программа «Фан-клуб» и я ее ведущий Валерий Мальков. Сегодня мы расскажем вам об открытии музея спорта в городском округе Чапаевск. И для начала по традиции я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. Чапаевск – небольшой уютный городок на Средней Волге, в котором проживает чуть больше 70 тысяч человек. В прошлом веке еще в Царской России здесь был построен первый завод по производству новых для того времени взрывчатых веществ и снаряжения. И вот спустя столетия этот город взорвал спортивную общественность, известием о создании в губернии музея спорта. Открытие его первой очереди было приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. По традиции в этот день состоялось награждение лучших работников сферы физической культуры. Открыл торжественную церемонию глава администрации городского округа Чапаевск Виталий Ощепков, который является большим поклонником спорта и поддерживает любые начинания в нем. Вам есть чем гордиться. Мне приятно, что сегодня с нами находится и человек, который нас в этом активно поддерживает в сфере популяризации, пропаганды. Ваша работа на территории области, на территории Российской Федерации, даже за рубежом. Я благодарю, что с нами здесь Валерий Майков, который спорщил, на территории, на территории. Но главным событием праздника стала презентация гостям первого в городе музея спорта. Он, надо заметить, был создан по инициативе руководителя местного департамента физической культуры и спорта Евгения Кожина. Только благодаря его упорству, последовательности и настойчивости, этот музей раскрыл страницы 100-летней истории спорта города. Сам добившийся определенных результатов в борьбе дзюдо, Евгений Кожин понимал, что пример прославленных земляков очень важен для молодых спортсменов, которые только начинают свою карьеру. Для молодежи это будет естественно, глядя на ветеранов, двигаться еще лучше вперед. Огромную помощь и поддержку в создании музея спорта оказал глава городского округа Чапаевск Виталий Ощепков. В работу активно включились и ветераны спорта, и молодые спортсмены. Так постепенно начал создаваться музей. Полтора года потребовалось для того, чтобы систематизировать весь материал, разместить фонды и сделать экспозицию. Ветераны, принимавшие участие в подготовительной работе, со слезами на глазах благодарили за эту память. Во-первых, жизнь ведущих спортсменов – это раз, это ясность для зрителей города, что у нас было, что есть. И вот благодаря этому музею многие узнают тех, кого не знали, кто строил спорт, кто притворял в жизни спорт. И я вот лично очень благодарна Кожану Евгению Владимировичу, который взялся за это дело и сотворил прям вот добро. В торжественной обстановке руководители города и заслуженные спортсмены перерезали красную ленточку, открыв в первую очередь музей истории спорта Чапаевска. Глава местной администрации Виталий Ощепков в своем интервью в программе фан-клуб Валерия Малькова поделился чувствами и эмоциями от увиденного, а также ответил на ряд вопросов. Виталий Владимирович, историческое событие, открытие музея спорта в городском округе Чапаевска. Какие чувства и эмоции вы испытываете? Знаете, самые искренние радужные впечатления от того, что сегодня у нас в нашем городе открывается первый, наверное, на территории области музей спорта. Это огромные события в жизни нашего города. За этим стоит большая и кропотливая работа многих и многих людей. Самое главное, активные позиции наших горожан. Независимо от того, являлись они легендой нашего спорта или нет, но в подборке экспонатов, в подборке информации для нашего музея принимали участие очень-очень многие жители нашего города. Это традиция по формированию музея, надеюсь, будет продолжена и в дальнейшем. Очень важно, что те события, которые происходят сейчас на территории нашего города, те мероприятия, связанные с строительством новых объектов, которые лягут еще одной вехой в развитии этого направления, социально-экономической жизни нашего города. Поддержан и инициирован в том числе и губернатором нашей области Николаем Ивановичем Меркушкиным. У нас сейчас идет строительство Ледового дворца, поле с искусственным покрытием. И, конечно же, для жителей нашего города это важно. Мы благодарны и нашему губернатору, и благодарны нашим жителям за тот вклад в историю нашего города, который ляжет отдельным пластом в историю нашего города. Какое место музей спорта займет в историческое, может, культурное составляющее именно города? Для чего он нужен? Для нас сегодняшний этап в жизни очень важный. Гордость переполняет за тот вклад наших жителей в историю спорта, олимпийских игр, в историю спорта, чемпионата Советского Союза, чемпионатов Российской Федерации. Для нас это важно на примере такого багажа знаний. Наша молодежь, я надеюсь, впитает это в себя и постарается эту тему поднять на более высокий уровень. Для этого все есть при поддержке губернатора. Материальная база улучшается. И в этих условиях, как мы видим, сейчас мы смотрели в поздравительном слове, в обращении нашей великой волейболистки Горловской, мы увидели, что она отметила, насколько серьезная материально-техническая база. У нас для продвижения вперед сейчас есть все и много нового впереди. Что бы вы пожелали всем жителям своего родного города в связи с этим историческим событием? Я хотел бы пожелать жителям нашего города, нам, среднему поколению, молодому поколению, хотел бы пожелать очень внимательно относиться к истории, к своей истории, к истории родного края, ценить тот вклад, который внесли наши отцы, деды, прадеды, те, которые сформировали нам ту базу, с которой мы сейчас можем жить и развиваться. Это важно. Музей спорта открыт. Он ждет своих посетителей и, конечно же, громких побед новых чемпионов из Чапаевска, чьи награды наверняка займут достойное место в этой спортивной кладовой. Более подробно об издании создания музея рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Евгений Кожин. В эфире еженедельная спортивная программа «Фан-клуб». И я с большим удовольствием хочу вам представить нашего собеседника. Встречайте. Руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Чапаевск Евгений Владимирович Кожин. Добрый день. Евгений Владимирович, состоялось историческое событие. В Чапаевске появился музей спорта. А как вообще родилась данная идея? Ну, данная идея родилась около полутора лет назад. Мы были в Казани, спортивной столице нашей страны, я ее так называю. И попали в музей спорта Татарстана. И вы знаете, это произвело такое большое впечатление. И вот у меня родилась такая идея, что нужно поднять историю, нужно посмотреть назад и создать такой же музей. В прошлом году, в 2016 году было 100 лет со дня начала, так скажем, физкультурного движения. И к этому событию как раз мы хотели приурочить создание музея. Но вы знаете, когда мы столкнулись, когда мы начали работу, и когда столкнулись с тем количеством информации, с тем количеством исторической информации, людей, событий, которые происходили за вот этот период времени, вот полгода не хватило для того, чтобы к столетию его открыть. И сегодня, вот в преддверии Дня физкультурника, спустя полтора года, я могу сказать, что мы делаем первый шаг, мы открываем музей, но первую часть, советскую эпоху, советское время, советский спорт. И будем говорить, что даже еще в этом времени еще очень много всего, что хотелось бы отразить, и что у нас ждет еще впереди. — Создание подобного музея требует больших затрат, как энергетических, так и физических, так и финансовых. А вообще были ли моменты, которые поразили ли вас, или, может быть, удивили сильно? — Да вы знаете, каждый раз, наверное, когда вот работы с материалом, каждый раз открывали для себя что-то новое. И мало того, открывали новое, действительно поражало. Вот на самом деле есть такие... Оказалось, что у нас столько много земляков, о которых широкая общественность и не знает, которые представляли не только наш город, не только нашу область, они представляли нашу страну. Ну, конкретно можно назвать, допустим, таких людей, как Надежда Ивановна Горловская, чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира по волейболу в составе сборной Советского Союза в 70-е годы. Можно назвать такого легендарного тренера, как Нелли Алексеевна Щербакова, заслуженный тренер Советского Союза, Казахстана. Ее ученицы в 88-м году, две ее ученицы-воспитанницы стали олимпийскими чемпионами по волейболу в составе сборной Советского Союза. Можно назвать такого легендарного футболиста советского, как Анатолий Иванович Фетисов. Легендарный человек, куйбышский горинчик, как его называли, член олимпийской сборной Советского Союза. Он не родился, но он проживал какое-то время на территории, будучи ребенком, на территории нашего города. И когда уже мы с ним встретились здесь, в Чапаевске, он сказал, что до сих пор называет городом своего детства Чапаевск, привозил сюда своих детей. То есть будем говорить, что это наш земляк, и мы узнали о нем и в процессе работы над музеем. А как спортивная общественность в целом отреагировала на эту инициативу? Ну, вы знаете, мы бросили такой широкий клич по тому, чтобы несли информацию, приносили информацию, фотографии, экипировку, там, ну, все, что угодно, все, что касается истории спорта. И вы знаете, сначала как-то это тяжеловато. Видимо, на самом деле, люди, которые находятся далеко от города, да, они, у них вот эта связь сильнее. И вот как раз от иногородних спортсменов, ветеранов и так далее, мы получили как бы больше отклика. А наши земляки, скажем так, чуть-чуть так скептически к этому относились. Но потом в процессе работы тоже, когда разговариваешь с людьми в живом диалоге, да, люди как-то вдохновляются, начали нести экспонаты, фотографии, историю. Вот. И вы бы знаете, это было очень интересно. И я думаю, что еще все впереди, что и наш музей пополнится еще большим количеством хороших, интересных раритетов и экспонатов. А как будет организовано посещение музея спорта городского округа Чапаэс? Билеты будут продаваться или экскурсии будут организовываться? Вот этот момент очень интересен. Вы знаете, я думаю, мы поступим так же, как поступили наши коллеги в Татарстане. То есть для того, чтобы там попасть в музей, можно позвонить, записаться. Формируются определенные группы. И уже когда группа сформирована, назначается какой-то день, допустим, и для группы производится экскурсия. Я думаю, что это оптимальное решение, вот техническое решение посещения музея. И также я думаю, что в первую очередь, 1 сентября у нас подходит на открытие, скажем, нового сезона спортивного, учебного. Естественно, будут набираться группы. И я думаю, что те ребята, которые занимаются в наших секциях, в наших спортивных школах, в наших клубах, мы как раз в рамках классных часов, в рамках воспитательной работы, тогда мы организуем вот именно посещение этого музея. Также мы хотим возродить такую традицию, как посвящение юного спортсмена, которое проходило когда-то давно, и о том, о чем как раз рассказали ветераны. И я думаю, что уместно будет это проводить тоже как раз в музее, с экскурсией, с историей. Я думаю, это для молодежи будет очень хорошо и очень важно. Я надеюсь, что экспозиция музея будет интересна для многих горожан, как молодого поколения, так и ветеранов спорта. А еще, вы знаете, есть такая отличная возможность посмотреть экспонаты музея, фотографии, даже, наверное, представленные еще в большем объеме в нашем виртуальном музее. Дело в том, что параллельно с фактическим, физическим музеем мы открыли виртуальный музей. На нашем сайте sportchap.ru есть раздел «Музей спорта», где каждый желающий может зайти, и там такой большой-большой реестр представлен по видам спорта, ну, разделы, и ознакомиться с экспозицией в виртуальном пространстве. И вы знаете, это очень здорово, потому что многие ветераны, жители Чапаевска находятся за пределами, проживают даже в других странах. И мы видим статистику, что посещение этого музея происходит из Соединенных Штатов, из Европы, из Англии, есть просмотры. И мы понимаем, что это интересно в первую очередь бывшим жителям Чапаевска или нынешним нашим землякам, которые там в силу обстоятельств находятся. Поэтому я рекомендую смотреть и виртуальный музей, я думаю, что вы увидите много интересного. Интересный вопрос, он давно у меня назревал. Как отреагировали на инициативу появления музея ветераны спорта, тренеры? Ведь при жизни будут их экспонаты, установленные здесь, и много фотографий. Мне кажется, что каждому приятно, что о нем помнят. Тем более именно о ветеранах, которые уже давно закончили. И некоторые со слезами на глазах говорили о том, что уже не ожидали даже о том, что кто-то когда-то вспомнит о них. Это очень трогательно, очень приятно. Я могу сказать, Надежда Ивановна Горловская, которая живет в Санкт-Петербурге, когда мы с ней связались, она тоже была искренне удивлена, что в Чапаевске помнит ее имя, хотя это легенда советского спорта. На самом деле легенда, золотыми буквами вписана в историю спортивного института имени Лесговта. Является почетным гражданином города Осака в Японии. То есть такой легендарный человек. И в общем-то она была удивлена, что о ней помнит. Поэтому я думаю, что все тренеры, спортивная общественность с энтузиазмом к этому отнеслись. Я думаю, что будет очень приятно быть героем этого музея. Открытие спортивного музея города Чапаевска произошло в преддверии Дня физкультурника. Что бы вы пожелали всем жителям своего родного города? Ну, конечно же, хочется пожелать, чтобы вели активный образ жизни, здоровый образ жизни, приобщались к физической культуре и спорту. Кажется, это банальные слова, но на самом деле они простые. И на самом деле мы многое делаем для того, чтобы была такая возможность. Вот на сегодняшний день ведется строительство крытого ледового катка. На сегодняшний день идет реконструкция футбольного поля. И вы знаете, я могу сказать, что выслушал много нареканий, что мы не можем прийти на стадион, потому что там идет реконструкция. Вы знаете, с одной стороны, это приятно, потому что раньше, может быть, не было такой необходимости, не было такой активности. А сейчас вот люди, если ругают за то, что стадион, не могут пробежать по стадиону, значит, у них есть такая потребность. Но я думаю, что после того, как произойдет реконструкция, когда будет искусственное поле, когда будут красивые новые беговые дорожки, людям просто будет приятно, и еще большее количество людей смогут приобщиться к физической культуре. Хочу пожелать всем спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, всем работникам физической культуры и спорта городского округа Чапаевск неиссякаемой энергии, здоровья, побед всегда и во всем. С праздником вас! Первое упоминание о спортивных достижениях жителей поселка Ивашенково, прародителям города Чапаевска, относится к дореволюционному времени. В 1916 году футбольная сборная поселка одержала победу в товарищеской встрече с городской командой Самары. Так началась история местного спорта. Этим периодом и открывается экспозиция музея. Давно я мечтал, чтобы у нас в Чапаевске был музей спорта. Все-таки усилием Евгении Владимировича этот музей создали. Я думаю, он будет еще пополняться. Музей – это для потомков, для молодых, чтобы молодые знали, какой был спорт в Чапаевске, кто работал. Музей расположен в холле второго этажа спортивного комплекса «Луч», который был специально переоборудован под экспозицию. Она состоит из двух разделов – спортивной истории советских времен и новейшей истории. Я сюда вклад свой сделал, много фотографий своих отдавал сюда, где я участвовал. Я и в футбол, и хоккей, и в волейбол, и баскетбол. В общем, все виды здесь строил. Я занимался строительством, курировал в 1978 году это здание. Каждому историческому периоду времени посвящен отдельный стенд. На них размещена информация о достижениях чапаевских спортсменов. Представлены уникальные фотографии разных лет. Тренировки спортсменов, парад физкультурников, здание самой первой деревянной спортивной школы, которая была открыта осенью Победного 1945 года. Единственные экспонаты. Есть и фотографии старые, которые напоминают о том, как все это развивалось, как это было, от чего отталкивались первоисточники. Вообще, я считаю, что это очень супер, супер, супер. Это должно быть. Помимо фотографий заслуженных спортсменов и тренеров, в витринах представлены их личные вещи. Беговые коньки, снаряды для метания, судейский билет 1939 года, хоккейная экипировка. С каждым экспонатом связана целая история развития спорта не только в Чапаевске, но и в Советском Союзе. В 1976 году я был тренером по хоккейским мячам. И впервые Чапаевск поехал в 1976 году за выход в класса. В Откинске это было, в Удмуртии проводились, а я был тренером. В одном из стендов представлена игровая майка легенда советского волейбола, мастера спорта международного класса, игрока сборной СССР, чемпионки Европы, бронзового призера чемпионата мира, почетного гражданина японского города Осака Надежды Горловской. Основная гордость моя, это Горловская Надежда, это член сборной Советского Союза и собственно Лариса, которая заменялась. У меня они обе уехали, ну по-моему, можно сказать, протеже в город Ленинград, где закончили институт физической культуры. И, естественно, выступали они там в командах класса Буревестик. Осень Надежды попала в сборную Советского Союза. И хочу сказать, в 1974 году она была признана лучшим разносторонним игроком в городе Одессе. Ей был присвоен мисс волейбол. И еще много славных имен чапаевских спортсменов увековечены теперь в музее. Это Александр Соколов, фратарь Крыльев Советов, Нелли Щербакова, заслуженный тренер СССР и Казахстана, тренер сборной команды Казахстана по волейболу и Николай Бамбуров, бронзовый призер первенства СССР по многоборию ГТО. Это воспоминания, память. У нас же было время, когда мы жили спортом. Вот это все и вспоминается. Вот копье Константина Емельянова, родоначальника современной легкоатлетики в Чапаевске и фотографии его воспитанницы Надежды Татаринцевой, чемпионки Европы среди юниоров в метании диска. И когда мне сообщили о том, что открывается музей, я просто, можно сказать, офонарел. Офонарел, потому что, во-первых, я не слышал, что вот в периферийных городах открывался музей спорта. Вот поэтому я две ночи не спал, повторяю. И вот приехал сюда, смотрю, думаю, ну какие хорошие у нас все-таки люди в нашем родном Чапаевске. Вот, во-первых, забота о молодежи. Во-вторых, занятие полезным делом, полезным, что там говорить, спорт, есть спорт. Вот, и я вспоминаю с благодарностью, вспоминаю своего учителя Константина Андреевича Емельянова, моего тренера, вот, Чапаевского, который собирал ребят с улиц, чтобы привезти их на стадион и дать им дело, для которого они приспособлены природой. Это шикарная вещь. То есть, это педагог физкультуры и спорта высочайшего был класса. Новейшее время пишет историю славных побед молодого поколения чапаевцев. Вероника Доронина, двукратная чемпионка Европы в беге на гоночных колясках на 100 и 400 метров, участница Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, где заняла шестое место в метании копья. Николь Радамакина, трехкратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта. На Паралимпийских играх в Лондоне Николь завоевала золотую медаль в прыжках в длину и серебряную в беге на 100 метров. Она является чемпионкой мира по прыжкам в длину, награждена орденом Дружбы народов. Пожелаем спортсменам Чапаевска новых побед, а музеи спорта ежегодно пополняться новыми интересными экспонатами. Города, сколько их на огромной планете, но дороже всех тот, где родительский дом. Там особое небо, и солнце, и ветер, даже звезды особые в городе том. Так расти и цвети всей округе на зависть, город-пристанью нашею ставший в судьбе. Дорогой и родной сердцу город Чапаевска Ну а мы, как умеем, поможем тебе Дорогой и родной сердце Дорогой и родной сердце Продолжение следует...